так ребята в общем чистую дроссель в общем все короче почистил и сейчас осталось дело за вот этими вот здесь ставим меточки вот здесь плунжера вот эти вот идут такие небольшие здесь ставим меточки они у вас могут выкрутиться ребят все контролируем и желательно запомнить насколько оборотов открутил я вот начал с первого я пока гаечка не выпала я открутил на 8 оборотов вот здесь у меня записано дальше что вот сам плунжер сейчас я его отполировал вот он отполированный меня поверхность здесь тоже отполированный под сальничек но ребята смазывать нам здесь ничего не нужно потому что здесь он сосет воздух если у вас там будет смазка малейшей смазочка и попадет пыль естественно пыль будет попадать потому что фильтра не фильтруют прям на сто процентов такого нет маленькая мельчайшая пыль попадать будет обязательно в эти каналы если у вас там будет масло она у вас вся на липнет на плунжер и будет вообще очень плохо он обмененный обменю блять обмененный аминь блять обметь медный сука короче обмененный блять медный как он обмененный обмененный медь неный обмененный до обмененный очень ребята он у вас обмененный и ребят у вас короче изнашиваться не будет он вот видим он вообще без износа просто чуть-чуть маленькие потертости но это вообще они очень гладкие я отполировал и все очень там он сидит вообще там очень плотно вот видим да кто говорит нужно смазывать смазывайте ребят может действительно нужно смазать вот кто знает все таки вот здесь вот чуть-чуть наверное смажи прям чуть-чуть прям да то он как-то там ходит не особо чуть-чуть смажи все-таки прям понты все ребят смазочка для цепи смазывайте который когда высыхает на нее не налипает пыль вот так вот на крайняк все ребят не так вот с каждым их 4 штуки там пружиночка идет муж ребят надо их отполировать обязательно чтобы они не под заедали короче как то вот так вот я ребят смазывала и смотрите как ходит прям вообще легко прям шикарненько без маски чуть-чуть подклинило но ништяк че только для цепи которые вот не налипает пыль на нее потом ну и так ребятки хочу вам сказать важную информацию в общем ребят вот последний plunger на фиксаторе на красном фиксаторе вот в общем ребят я сперва выкрутил вот головочкой на 10 в общем весь сборе потом разобрал и далее зафиксировать сам лучше иначе отворачивать вот это вот так называемую гаечку что вы думаете я ее отвернул посчитав ровно 8 оборотов и она у меня выпало все и что самое интересное когда я начинал с 1 я написал цифру q8 меня 1 8 оборотов 2 8 оборотов 3 тоже 8 оборотов и вот этот вот который был на фиксаторе резьбы он тоже на 8 оборотов прикиньте ребята вот что вот интересно я просто видел в интернете кто-то пытался регулировать как бы синхронить вот ну не то что не то что синхронить хотя да они пытались синхронить вот так же за место вот этих шланчиков подключали вакууметры и они ребята они в общем-то крутили вот как раз таки вот эти планжер очки асин асин хронить мы можем лишь всего пары вот ребят синхронить можно всего лишь пара левую пару и правую пару мы их можем отсинхронить но и ребят когда сейчас мыл я залива сюда прям чушь чем ему растворителем растворителем бензином короче специальной жидкостью для промывания форсунок это все отмал я короче заливаю сюда жидкость вот это вот и снизу меня вообще не капает у меня просто снизу так вот отпотевает но капли не образовывается то есть она не капает она прям как стояла так и стоит просто чуть снизу от потевания идет и все знаете когда там клапан ну так он при тертый но как бы не дотерт и он чуть-чуть от потевания прям дает вот здесь тоже самая не 100 всех 4 одинаковые от потевания и все ребята в общем то вот так вот асинхроне лишь только пару и все а вот это это прогревочные оборота как здесь вот на 8 оборотов и все я как бы сейчас уже не буду париться что-то там регулировать потому что мне мотоцикл работал ровно единственное у меня вот вот это вот она подклинивала форсуночки ребят тоже промыл топливную рампу но могу сказать такую тонкость да мы сняли форсуночку сняли у нас там образовалась такая вот грязь сейчас я сниму я вот там вот ребята грязь вот такая вот сейчас чисто где вот нижняя вот этот кромочка он там блестящий где вот прилегает вот это там грязь и так под каждый грязь я это все дело поснимал каждой форсунку плюс 2 форсуночки отсюда вы из краскопульта думал растворителем не растворитель специальная жидкость для очистки форсунок думал сюда потом снял 10 болт продув всю рампу но вот промыла всю рампу и все сейчас она чистая а так была грязь там под каждый вот под каждый вот так вот ребят такая история здесь у меня зафиксировано тоже вот заводским методом вот это беленький фиксатор лечен такой нанесенный я конечно если надо кому тоже могу выкрутить блин но я не знаю что не охота вам зафиксировано зафиксированы чё полировать его сон особо не разбирается но посмотрю в принципе у меня работала в норме замучила дверь таки будет на улице погода непонятная непонятный какой-то апрель ребят вообще же есть непонятный апрель то дождик то солнце то дождик то солнце так ребят все-таки разобрал вот эту штучку раз все перебираю думаю надо перебрать здесь что ребят здесь мы видим такую вот полость но она у нас не связано с охлаждающей жидкостью здесь вот закрыта сейчас попробуй думать не связано здесь циркуляция идет только вот по отдельному контуру сюда сюда охлаждающей жидкость не попадает здесь тоже сейчас думал туда жидкостью для промывки здесь у нас идет сам расширительный элемент у нас здесь всего лишь из него выдвигается шток вот он этот штук только выходит и все сейчас тоже я его чуть-чуть разогрею и вот это вот где там чуть-чуть грязь про это продую не знаю полировать буду хотя он чистый нормальный блестящий ну сейчас я посмотрю вот видите я держу его уже от рук нагревается ребят сейчас я подержу его он уже выйдет от рук то есть короче он прям действует здесь идет вот такая вот штучка вот здесь она как раз таки она вот здесь трется значит ее нужно полирнуть и сам штук тоже нужно полирнуть но до штук я не доберусь хотя штук нет штук полировать в принципе не не нужно да потому что она у нас здесь видим фиксировано вот я-то я-то думаю она ходит вот так вот но она нет она так не ходит есть только всего лишь вот паз и и все значит полировать здесь не нужно мы просто бы если бы нужно было полировать штук я бы запарился вот это будет откручивать потому что я на дросселях еле выкрутил здесь вот фиксатор вот этот беленький и сейчас что ребят с этим все понятно это все собирается в обратной последовательности здесь вообще все просто и что хочу сказать ребята то что когда вот здесь вот я все соберу я все измерю здесь я вот эти три посажу на фиксатор резьбы вот эту первую я уже посадил на фиксатор на разъемный вот на синенький и в принципе все такие вот дросселя так ребята еще как смазать ось дроссельных заслонок открываете полностью от газ грубо говоря и вот в эту вот чель где прорезь идет под заслонку туда брызгайте смазку где-то вот раза два три брызгайте вот так оставляете минут на 5 она вся протекает и потом переворачиваете с другой стороны так вот ребята в общем все готово все помыто все прочищено вот так вот выглядит вот эти вот отверстия когда вот начиная с 1 вот это вот заводской 8 оборотов ребят смотрите вот плоджер в отсюда вообще не выходит нисколечко если вот чуть-чуть вот взять за язычок снизу буквально на миллиметр я двигаю и он уже начинает выходить и выходит все абсолютно одинаково в общем сейчас вот в таком состоянии они полностью открыты вот эти каналы полностью открытые насчет вот этого кто-то говорит это нагар или мусор но ребята это специальная какая-то я не знаю чем-то побрызгали то есть специальное напыление для уплотнения какого-то но и ребят это не мусор чтобы очистить его первых средства никакие не берут даже для очистки форсунок это хрен его знает мусор такой просто не встречался мне именно вот здесь и там не может такое быть очень ребят как-то вот так вот это все выглядит здесь очень синхронить я его не буду здесь я поставил тоже меточки вот поверх заводских нанесены вот заводскую видно вот отсюда вот сейчас вот ребят заводская метка синхрона вот видим серенькая это беленькая тоже моя это это здесь тоже моя но я нанес поверх заводских потому что когда я проливал их с другой стороны да то я же как повторяюсь чисто чуть-чуть были отпотевания все если бы где-то на не знаю на доли сотых где-то было больше она бы капала бы а у меня чуть-чуть отпотевания только было и все в общем вот ребята собираю сейчас сейчас буду ставить это все на мотик клапанишки есть просто тряпочки маленько но это все фигня все ерунда целом все чисто все нормально еще ребят когда вы на мотоцикле ездите отливайте вот вернее наливайте в бак очиститель инжектора он прямо клапана вам отъедает очищает прямо на ура вообще